Нагреем сосуд с водой, содержащий взвесь мельчайших твердых частиц. Беспорядочные движения отдельной частицы взвеси, называемые броуновским движением, обусловлены хаотическим движением самих молекул жидкости. По мере нагрева воды скорость движения частиц заметно увеличивается, так как растет средняя скорость движения молекул воды. Это означает, что скорость движения молекул и тепловое состояние тела связаны. Хаотичные движения частиц, из которых состоят тела, называют тепловым движением. Любое движущееся тело обладает кинетической энергией, которая зависит от его массы и скорости движения. Поскольку молекула движется и имеет массу, значит она обладает кинетической энергией. Для того, чтобы характеризовать тепловое состояние тела, мы используем физическую величину, называемую температурой. По температуре тела можно судить о скорости движения, а соответственно и о кинетической энергии молекул. Температура является мерой средней кинетической энергии молекул тела. Чем больше средняя кинетическая энергия молекул тела, тем выше температура тела. Для измерения температуры используют специальные измерительные приборы – термометры. Действие термометра основано на зависимости объема тела от температуры. Вещество, используемое в термометре, увеличивается в объеме при увеличении температуры, а при охлаждении уменьшается в объеме. В термометрах могут быть использованы различные вещества – жидкие, спирт, ртуть, твердые, металлы или газообразные. Термометр, как и любой измерительный прибор, имеет шкалу. Для построения шкалы температур выбираются две основные реперные точки, которым приписывают определенные значения температуры. Используемые нами в быту термометры показывают температуру в градусах Цельсия. В этой температурной шкале за ноль принимается температура таяния льда, а за 100 градусов – температура кипения воды при нормальном атмосферном давлении. Расстояние между отметками делится на 100 равных частей и образуется деление по одному градусу Цельсия. В 1848 году английский физик Уильям Томпсон предложил ввести новую шкалу температур, которую называют абсолютной или термодинамической шкалой температур. Температура, измеренная по этой шкале, называется абсолютной или термодинамической температурой. Единица абсолютной температуры – Кельвин. Один Кельвин равен одному градусу Цельсия. В абсолютной шкале температура таяния льда равна 273,15 Кельвин, а температура кипения воды равна 373,15 Кельвин. Превращение энергии. Поднимем резиновый мячик над полом и отпустим его. Мячик начнет падать на пол, и его потенциальная энергия будет переходить в кинетическую. После падения мячик отскочит вверх, а его кинетическая энергия будет превращаться в потенциальную. Высота, на которую подпрыгивает мячик, с каждым разом становится все меньше, и мячик останавливается. Означает ли это, что нарушился основной закон механики, и энергия бесследно исчезла? Проведем еще один опыт. Возьмем свинцовую плиту. Поднимем над ней свинцовый шар и отпустим. Подняв шар, мы сообщаем ему запас потенциальной энергии. При падении шар опускается все ниже и ниже, и его потенциальная энергия уменьшается. Но в то же время скорость шара увеличивается, следовательно, кинетическая энергия возрастает. После того, как шар ударится о плиту, он остановится. Кинетическая и потенциальная энергии шара относительно плиты в этот момент равны нулю. Куда исчезла механическая энергия шара? Механическая энергия превратилась в другую форму энергии. После удара состояние шара и плиты изменилось. Они деформировались. На плите образовалась небольшая вмятина, а шар немного сплющился. Если измерить их температуру сразу после удара, обнаружится, что и шар, и плита нагрелись. Следовательно, изменился характер движения частиц, составляющих эти тела. А значит, изменилась и их энергия. Энергию движения и взаимодействия частиц, из которых состоят тела, называют внутренней энергией тела. Внутреннюю энергию обозначают буквой У. Единицей внутренней энергии является джоуль. Чем больше скорость движения молекул, а, следовательно, и их кинетическая энергия, тем выше температура тела. Значит, внутренняя энергия тела зависит от температуры тела. Внутренняя энергия тела зависит от его агрегатного состояния. Действительно, в твердых телах, жидкостях и газах различаются как расстояние между молекулами, так и характер движения самих молекул. Следовательно, различны и потенциальная, и кинетическая энергии молекул. Внутренняя энергия тела складывается из потенциальной и кинетической энергии всех его молекул. Поэтому чем больше молекул в теле, тем больше его внутренняя энергия. Поэтому внутренняя энергия зависит от массы тела при прочих равных условиях. Внутренняя энергия тела не зависит ни от механического движения тела как целого, ни от положения этого тела относительно других тел. Например, внутренняя энергия нагретого до кипения чайника с водой не зависит от того, стоит ли он на столе или его несут из одной комнаты в другую. В процессе изучения тепловых явлений физикам стало понятно, что при переходе механической энергии во внутреннюю полная энергия сохраняется. Фундаментальность закона сохранения энергии заключается в том, что несмотря на возможные переходы энергии из одной формы в другую, полная энергия остается величиной постоянной. Совершив работу, можно изменить и внутреннюю энергию тела. На подставке укрепляется тонкостенная латунная трубка. В нее наливается немного эфира, и она закрывается пробкой. Затем трубка обвивается веревкой. Если быстро натирать трубку веревкой, то через некоторое время эфир закипит, и пар вытолкнет пробку. Этот опыт показывает, что внутренняя энергия эфира увеличилась, ведь он нагрелся и даже закипел. А причиной изменения внутренней энергии эфира стала наша работа против сил трения. В стеклянный толстостенный сосуд, закрытый резиновой пробкой, с помощью насоса нагнетается воздух, содержащий водяной пар. Через некоторое время пробка вылетает из сосуда, а в самом сосуде образуется туман, представляющий собой мельчайшие капельки воды. Накачивая воздух в сосуд, мы совершаем работу. Число молекул в сосуде возрастает, увеличивается частота и сила их ударов, возрастает скорость их движения, и, следовательно, увеличивается внутренняя энергия и температура воздуха в сосуде. Затем сжатый воздух выталкивает пробку, совершая работу. При этом его внутренняя энергия уменьшается, и температура воздуха в сосуде понижается. Внутреннюю энергию тела можно изменить и без совершения механической работы. Опустим металлическую ложку в стакан с горячей водой. Начальная температура воды выше температуры ложки. Значит, средняя кинетическая энергия молекул воды больше кинетической энергии частиц холодного металла. Молекулы воды, сталкиваясь с атомами металла, передают им часть своей энергии. При этом кинетическая энергия частиц металла увеличивается, а кинетическая энергия молекул воды уменьшается. В результате температура воды уменьшится, а температура ложки увеличится. С течением времени их температуры станут равными. Процесс передачи энергии от более нагретого тела или участков тела к менее нагретым называют теплопередачей или теплообменом. Когда температуры тела становятся равными, теплопередача прекращается. При этом процесс теплопередачи необратим. Это означает, что невозможен самопроизвольный процесс передачи внутренней энергии от холодного тела к нагретому.